МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Бесплатное горячее питание, посещение детских садов, учреждений топообразования и продлёнки. Меры поддержки семей мобилизованных саровчан обсудили на заседании Думы. Акселератор социальных проектов, какие идеи получат поддержку Росатома и города. Далее расскажем по всём подробно. Саровец берут общественную палату, совещательно-консультативный орган, который будет представлять интересы населения. Открыто и гласно обсуждать актуальные проблемы города, готовить рекомендации и предложения по совершенствованию социальной политики. Положение о палате приняли на заседании Думы. Также народные избранники обсудили меры поддержки семей мобилизованных саровчан. Меры поддержки для семей мобилизованных саровчан, заключивших военные и социальные контракты, рассмотрели на заседании Думы. Так, согласно указу губернатора, дети смогут бесплатно посещать детский сад, учреждения доп. образования, спортивные объединения и группу продлённого дня в муниципальных организациях. Также детей обеспечат бесплатным горячим питанием. Пока финансирование новых мер поддержки не требует дополнительной корректировки бюджета. У нас есть экономия посредством предусмотренного софинансирования, субсидия на обеспечение горячим питанием детей с 1-го по 4-го класса. Вы знаете, что после сегодня мы уже второй год осуществляем питание детей с учётом привлечения с Действием федерального областного местного бюджета. Вот когда дети у нас болеют или не посещают школу, у нас есть экономия. И таким образом мы просто не меняем баланс бюджета. Мы меняем классификацию пока на 300 тысяч рублей на этот год. И предусмотрели средства на распечение горячим питанием детей, относящихся к этим категориям граждан. На заседании депутаты также рассмотрели очередную корректировку бюджета. Около 5 миллионов из городского бюджета направят на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений. 4 миллиона на эти цели выделит область. Дополнительные средства также направят на строительство школы на Зорге. 62 миллиона за счёт субсидии областного бюджета. Также на заседании обсудили положение об общественной палате Сарова. В этом положении определяют статус, цели, задачи, компетенции, порядок формирования состава в деятельности общественной палаты города Сарова. Общественная палата по этому положению будет являться постоянно действующим совещательным консультативным органом общественного контроля. Палату соберут на три года. В её состав войдёт 15 человек. Одну треть из них утверждает глава города, другую – городская дума. Ещё пять человек выберут сами члены палаты. Формировать состав палаты будут на основе предложений, поступивших от общественных объединений, профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных некоммерческих организаций. Вопрос о необходимости общественной палаты возник для меня достаточно давно, потому что, представляя наш город как на региональном, так и на федеральном уровне, с достаточно сильной регулярностью и всё более жёсткой форме, наш город выглядел в не очень достойном цвете, потому что на этой территории не была реализована такая функция общественного контроля, как общественная палата. Депутаты отдали свои голоса за принятие будущего положения палаты. Второй прошёл финал акселератора социальных проектов. Его Центр поддержки предпринимательства проводил совместно с Альянсом Атомные Города. О том, какие проекты претендовали на финансирование от Росатома, расскажем далее. Уже несколько лет в нашем городе работает семейный центр, который занимается физическим, социальным и психологическим здоровьем родителей и детей. В центре несколько направлений деятельности – мини-сад, продлёнка, подготовка к школе, игротеки и творческие мастерские. Также специалисты оказывают детям коррекционную помощь. На базе центра работают логопед, психолог и дефектолог. О деятельности своей организации рассказала руководитель во время защиты своего проекта в рамках акселератора «Социальное проектирование». У нас сейчас есть большое количество детей с нарушениями речи, которые требуют индивидуального подхода к их развитию. Плюс родителей волнует, в принципе, развитие детей, что они дальше будут делать в жизни, насколько они успешны будут в школе. И при этом у них есть потребность в том, чтобы занятия с детьми проходили в психологически комфортной обстановке. И именно это мы можем родителям обеспечить. Еще один проект «Против рака» представила руководитель частной клиники Елена Костенко. Предприниматель рассказал о необходимости полной диагностики женского здоровья, чтобы иметь возможность выявить онкологию на ранних стадиях. Для реализации этого направления, по которому сейчас рассказываю, необходимо 555 тысяч. Это датчик ультразвуковой. Аппарат у нас есть. Он направлен именно на диагностику молочных желез. Также большой процент, около 40, это беременные женщины. И 20% посетительниц наших женщин возрастные, для которых было бы замечательно приобрести такое специализированное гинекологическое кресло, которое имеет подъемный механизм. В Центре поддержки предпринимательства защиты бизнес-проектов акселератора «Социальное проектирование» прошла в третий раз. Акселератор проводится в партнерстве с Альянсом «Атомные города». Он дает возможность как действующим, так и начинающим предпринимателям получить финансирование или другие формы поддержки на развитие своих проектов. В этом году в проекте приняли участие порядка 20 предпринимателей, чуть меньше, те, кто заявились в начале. Проект у нас стартовал с марта этого года. Начался он с серией вебинаров, онлайн обучающих материалов для предпринимателей. И потом у нас было две очные сессии, пич-сессии. В общем, предприниматели, все участники проделали большой путь. В итоге до финала дошли шесть проектов. В числе финалистов были победители акселератора прошлого года. На защите присутствовали первые лица Сарова. Глава города Алексей Сафонов, председатель городской думы Антон Ульянов, заместитель главы администрации Марина Жукова, а также исполнительный директор Ассоциации промышленников и предпринимателей Сарова Татьяна Белина. По итогу защиты проект семейного центра и проект против рака получили частичную финансовую поддержку. Общая сумма финансирования составила 800 тысяч рублей. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Саровский драматический театр принял участие во Всероссийском фестивале молодой режиссуры, который проходил с 8 по 16 октября в Екатеринбурге. Арт-миграция – один из наиболее масштабных и значимых фестивалей в театральном пространстве России. Саровский театр попал в основную программу фестиваля с притчей режиссера Антона Морозова «Свободный Тибет». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Пожароопасный сезон завершился в Нижегородской области. Всего в этом году зарегистрировали 65 лесных пожаров. Для сравнения, в 2021 году их было 98. Больше всего возгораний произошли в Михайловском, Выксунском и Балахнинском лесничествах. Основной причиной возникновения пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. По вине людей произошло 47% лесных пожаров, еще 44% от грозовых разрядов. Выпускники Сарова для продолжения учебы выбирают СРФТИ, МГУ имени Ломоносова и университеты Нижнего Новгорода. Всего в прошлом году школу города закончили 504 человека. 423 из них поступили в вузы, большинство – на бюджетные места. Наиболее востребованные направления подготовки – технические, социально-экономические и информационно-технологические. Работать пошли 14 выпускников, 13 не работают и не учатся, сообщает Департамент образования. 22 октября Саровский политехнический техникум имени Музрукова приглашает на единый день открытых дверей. Он пройдет в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в программе экскурсии, в том числе на предприятия города, мастер-классы по направлениям обучения, всероссийский классный час, трансляция родительского собрания. Дополнительная информация по телефону 3-55-71. Кадеты военного подкласса Саровской православной гимназии заняли первое место в командно-штабных учениях «База-112». Их организовал военно-патриотический центр «Полигон». В соревнованиях приняли участие 8 военно-патриотических клубов из Сарова, Кулебак, Рязанской области и Вознесенского. Ребята прошли полосу препятствий, соревновались в сборке и разборке оружия, снаряжении магазина, в ориентировании на местности, в топографии, метании гранаты на точность, искали и обезвреживали мины, участвовали в рукопашном бою, играли в лазер-так. В полислинке номер один продолжается программа диспансеризации. Пройти обследование могут все желающие от 18 до 39 лет раз в 3 года, с 40 лет ежегодно. Почему важно не пренебрегать диспансеризацией людям в возрасте и молодым? Расскажем далее. Главная цель диспансеризации – это профилактика развития опасных болезней. Ее ежегодное прохождение поможет выявить факторы риска и обнаружить патологию на ранней стадии. В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях и заболеваниях легких. По смертности они занимают лидирующие позиции. В диспансеризацию включено несколько обследований. Обязательно проверяется холестерин, уровень сахара крови, пациенту проводится ЭКГ, пациенту измеряется рост, вес. И по всем этим показателям доктор дает уже какие-либо рекомендации, что нужно отказаться от курения, что нужно снизить вес. Также врач может прописать препарат или подскажет, как предупредить развитие заболевания. Если пациенту требуется дополнительное обследование, его отправляют на второй этап диспансеризации и на консультацию к узким специалистам. С возрастом риск развития хронических заболеваний возрастает. И после 40 лет диспансеризацию надо проходить ежегодно. Но и более молодым пациентам врачи советуют не пренебрегать профилактическими осмотрами. Профилактикой нужно заниматься с молодого возраста. Не ждать, когда исполнится 50, 60 или 70 лет. Даже если нет особых проблем со здоровьем, нет каких-то наследственных факторов, нет предрасположенности какой-либо. Но пациент всегда может пройти и раз в год пройти профилактические мероприятия. Обязательно это нужно делать. Записаться можно через колл-центр 95511 или на портале пациента КБ номер 50. Напомним, по закону в день прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить работнику один выходной день. Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет раз в 3 года старше 40 каждый год. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Его называли Суворовым русского флота. 15 октября – день памяти праведного Феодора Ушакова. Он был воспитателем, отцом-командиром для офицеров и матросов. Произвел революцию в тактике морских сражений. Ломал шаблоны, выбирая кратчайший путь к победе. Единственный в мире мундир легендарного флотоводца хранит Саровский музей военно-морской славы. Музей военно-морской славы в нашем городе появился благодаря единственному в мире мундиру легендарного адмирала Фёдора Ушакова. В наш город его привезли 20 февраля 2010 года, но выставить его было негде. Мундир даже планировали отдать в Центральный военно-морской музей Санкт-Петербурга, но судьба распорядилась иначе. Директор библиотеки Маяковского Татьяна Тихонова предложила Сергею Яковлеву сделать небольшую музейную экспозицию на территории библиотеки. Я не представляю, как музей военно-морской флоте нашего города может разместиться в библиотеке. То есть никакая здесь связь. Разве пойдут люди, будут ли смотреть и так далее. Но он сказал, давайте попробуем. Надо посмотреть территорию, что мы предлагаем. И нам было выделено на первом этаже небольшое помещение, всего 42 квадратных метра. И нам показалось, что это очень много места. Очень много. Вообще было идеально высокий потолок. Затем приступили к подготовке экспозиции будущего музея. Изначально рассчитывали на 3-4 стенда. Но когда работа подошла к концу, оказалось, что мундир окружает 15 стендов. И все это уместилось в небольшой комнате размером 42 квадратных метра. Свои двери для саровчан музей впервые распахнул 25 апреля 2011 года. Пробовал он в этой части Маяковки недолго, несколько месяцев. Новое, более просторное помещение музея предложили уже в декабре того года. Мы радостно сюда переехали. И потом вот это помещение, которое уже практически расширилось в 4 раза в нашу территорию. То есть здесь уже 162 квадратных метра. Мы приехали и подумали, что здесь стадион. То есть когда мы здесь что-то сможем сделать и так далее. Тем более я напоминаю, что мы все работаем. То есть это наше просто общественное увлечение. Свободное от работы время. И, конечно, вот это и самая главная трудность в создании музейных экспонатов и экспозиций. В вашем музее тепло. Я посмотрел немало экспозиций. Их экспонаты другие. Они холодные. Так отозвался о музее один из гостей города. Сюда приходили посетители не только из разных городов, но и даже стран. Так с музеем военно-морской славы познакомилось 8 делегаций из США, КНР, Италии, Франции, Англии, Белоруссии и Казахстана. Коллекцию музея собирают буквально по крупице. И по сей день она пополняется новыми интересными экспонатами. Важная черта музея – его интерактивность. Наш музей – это просто вот иногда шум гам-тарарам, звоны, значит, в колокольный корабельный колокол. Значит, здесь цепи звенят, канаты тянем, гребем на яле 6, поднимаем паруса, спасаем утопающих. Бегаем здесь с копией оружия Великой Отечественной войны. Ну, в общем, все замечательно. Всем нравится, от мало до великое. Подробнее узнать об экспонатах музея можно в наших выпусках пешком по Сарову номер 22 и 23 в социальных сетях. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Также вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА